Добрый день! Говоря об обстановке и о ситуации в Сирии, мы как данность уже воспринимаем тот факт, что основная масса боевиков, воюющих на сегодняшний день в этой стране, это иностранцы. Иностранцы в основном, конечно, из сопредельных Сирии стран, хотя есть и люди, которые приезжают из очень далеких от нее территорий, даже очень экзотических, например, не так давно в кадр видеосъемки боевиков попал даже уйгур. Но, тем не менее, основная масса боевиков, конечно же, это именно арабы из ближайших Сирии стран. И поэтому для того, чтобы хоть как-то оценить ситуацию и перспективы ее развития в Сирии, мы просто вынуждены и просто обязаны посмотреть хотя бы вкратце на ту обстановку, которая сегодня складывается в странах Ближнего Востока, в странах соседних Сирии. В первую очередь, конечно же, это страны, по которым уже проехалась арабская весна, и я потом, пожалуй, чуть-чуть позже объясню, в чем дело. Основная масса боевиков, которые воюют на сегодняшний момент, иностранцы, естественно, в Сирии, это ливийцы, это египтяне, большое количество тунисцев, значительное количество ливанцев. То есть это как раз те страны, которые уже испытали на себе прелести арабской весны. Арабская весна взбаламутила эти страны, перевернула все там с ног на голову и выбросила на поверхность просто неисчислимое количество людей, которым деваться, в общем, по большому счету, некуда. Либо идти воевать, либо идти умирать под забором. И в этом смысле ситуация в Египте, как мне кажется, она является определяющей для всего региона. Дело в том, что Египет — это 80 миллионов населения. Когда весь арабский мир составляет около 300 миллионов, понятно, что Египет является центральной и наиболее значимой страной всего Ближнего Востока. Так вот, в Египте ситуация крайне тяжелая, экономическая ситуация в первую очередь, социальная ситуация близка к катастрофе, фактически к взрыву. И, что самое печальное, никаких особых продвижений вперед не просматривается. Братья-мусульмане, светская оппозиция, ну, точнее, то, что понимается под этим понятием. И бывшая номенклатура времен Мубарака между собой сошлись в очень жесткой политической борьбе. При этом ни одна из этих трех сил не имеет, судя по всему, во всяком случае, из того, что они провозглашают, не имеет никакого видения того, что нужно делать в Египте, так сказать, в позитивном, конструктивном плане. Скажем, та же самая светская оппозиция или то, что под ней понимают, это, ну, если подобрать такой ближайший и более понятный для нас аналог, это вот наша московская белая лента. То есть под одной крышей объединены люди абсолютно разных взглядов. В Египте там и христиане-копты, и либералы-западники, и просто светские интеллигенты, и умеренные деятели бывшего мубараковского режима. У них у самих практически нет каких-то стройных взглядов конструктивных, а между собой они тем более в принципе не могут договориться. Единственная платформа, на которой они хоть как-то объединяются, сказать, долой братьев-мусульман. Так что аналогия с нашими событиями прослеживается очень хорошо. К сожалению, никто из них не предлагает никакого выхода, и поэтому ситуация ухудшается. Ухудшается в первую очередь в экономике. Например, буквально вчера или позавчера правительство Египта объявило о том, что запасы зерна в Египте на этот день составляют всего лишь 2,1 миллиона тонн. Для 80-миллионного населения это означает, что на каждого человека приходится всего 25 килограмм зерна. То есть это ниже низшего предела. Это фактически уже голод. Буквально не так давно, где-то недели полторы-две назад, в Египет приезжал новый ливийский премьер Зидан. Он договорился с президентом Мурси и с премьером Египта о том, что Ливия предоставляет кредит Египту в 2 миллиарда долларов. И этот кредит должен быть потрачен на закупку в Ливии же нефти на 2 миллиона тонн по очень льготным ценам. Там, правда, был и элемент политического торга в обмен на это. Египетские спецслужбы и полиция произвела аресты бывших сторонников Каддафи и, в первую очередь, его двоюродного брата Ахмеда Каддаф Адама, который получил в управлении огромную собственность ливийской джимахирии, которая была выведена во время войны. Говорить о размерах этой собственности сложно, но по разным сведениям она составляет от 40 до 60 миллиардов долларов. Это просто огромные средства, которые были инвестированы в египетскую экономику. И, естественно, что ливийское правительство нынешнее очень хочет вернуть обратно эти средства, эти инвестиции. Но, тем не менее, Египет сегодня напоминает СССР времен поздней перестройки, когда Горбачев все свое время посвящал поездкам по зарубежью и практически выклянчиванию кредитов. Там миллиард, там миллиард. В Египте примерно та же самая ситуация. Экономика лежит, газовая промышленность, которая раньше была экспортной и приносила в казну Египта достаточно неплохие доходы, на сегодняшний момент тоже лежит. У Египта нет денег даже покупать свой собственный газ, и поэтому он вынужден просить кредиты, чтобы покупать газ чужой. Буквально недавно на саммите БРИКС президент Мурси ввел как раз на эту тему разговор с нашим президентом Путиным о том, что Россия будет продавать свой собственный газ Египту. Правда, совершенно непонятно по какой трубе и каким маршрутам. То есть, скорее всего, речь идет просто о банальном кредите. Можно долго говорить об этой ситуации, но она действительно просто уже находится в состоянии близком к коме или к катастрофе. И поэтому, естественно, социальная обстановка в Египте ничуть не лучше. Последние выступления футбольных фанатов в Каире и в Порт-Саиде только подчеркивают ту обстановку, которая там сегодня творится. Очень коротко ее можно охарактеризовать так, что власти не контролируют ничего. Они, в общем, по большому счету не контролируют сами себя. И вот в этой обстановке по всей стране, по всему Египту активно открываются вербовочные пункты. Назовем их так. Опять-таки, если попытаться привести какую-то аналогию с понятными нам событиями, я могу вспомнить ситуацию в Санкт-Петербурге, когда была проведена спецоперация в Апраксином дворе, во время которой от 500 до 700 гастарбайтеров были задержаны в неких молельных комнатах. Основная масса этих людей, судя по той информации, которая была, находились на территории нашей страны незаконно. Вот примерно такой же аналог таких же молельных комнат, только в гораздо больших количествах, сейчас открыты в Египте. По разным, скажем так, данным, естественно, их очень трудно подтвердить, равно как и опровергнуть, их уже около 100 таких вербовочных пунктов, через которые проходит очень большое количество людей. Как раз из тех самых социально обездоленных слоев, которым идти-то, в общем, некуда. И достаточно жесткие проповедники жесткого радикального ислама проводят среди вот этих масс населения свою работу. Нужно понимать, что там идет не только вербовка боевиков, там идет вообще сортировка всех людей. То есть кого-то направляют на демонстрации, кто-то занимается какой-то работой в интернете, кто-то занимается новой вербовкой людей, ну а кто-то идет в боевики. И ориентировочно от 4 до 5 тысяч человек, это как раз пропускная способность этих примерно 100 вербовочных пунктов, 4-5 тысяч людей отправляются практически ежемесячно в лагеря подготовки боевиков в Ливии, в Ливане, в Иордании, в Турции. И как раз именно эти люди и воюют сегодня в Сирии. Так вот, сложность ситуации заключается в том, что чем хуже идут дела в Египте, тем большее число людей проходит через эти вербовочные пункты, и практически поток людей в направлении Сирии не иссякает. Эти люди нанимаются буквально за 500 долларов, которые они немедленно отдают семье и идут на войну. В общей сложности по всему Ближнему Востоку эти пункты открыты практически во всех странах, в которых произошли аналогичные процессы. В первую очередь, это, конечно же, в Ливии и в Тунисе. Если оценочно, скажем так, оценить, простите за тавтологию, вот такую пропускную способность всех вот этих мобилизационных структур, которые открыты по всему Ближнему Востоку, можно прикидочно сказать, что их мощность составляет порядка 10 тысяч человек, которые направляются в лагеря подготовки боевиков. 10 тысяч человек по 500 долларов, это всего лишь 5 миллионов долларов наличные, стоит вот эта война. То есть понятно, что за такие совершенно смешные деньги для тех же аравийских монархий можно нанимать, так сказать, бесконечно, долго любое потребное число боевиков. С другой стороны, египетские власти, тунисские власти, в определенной степени ливийские власти, я о них чуть попозже скажу, они объективно заинтересованы в том, чтобы вот этих людей со своей территории удалять. Потому что, естественно, социальную температуру надо сбрасывать, криминальную обстановку хоть как-то нужно оздоравливать. И поэтому, естественно, в интересах этих властей, этих стран, выдавливать вот свою вот эту накипь в любом направлении. А так как в Сирии идет война, так как за эту войну платят, то, естественно, направление канализируется, вот здесь тот поток именно в направлении Сирии. И в том числе поэтому египетские власти, тунисские власти, ливийские власти на эту проблему обращают минимальное внимание, а, возможно, даже и в какой-то степени ей способствуют. Если перейти к другой стороне, к Ливии, можно сказать о том, что в Ливии обстановка, конечно, выглядит иначе, чем в Египте. И по многим позициям гораздо лучше. Дело в том, что Ливия — это та страна, в которой Соединенные Штаты, Запад вообще, безусловно, имел какой-то свой проект сноса режима Каддафи. Но в основном все процессы, которые происходили в Ливии, они происходили по объективным, скажем так, законам, по тем объективным причинам, которые на тот момент сложились. Влияние Соединенных Штатов, влияние Европы, влияние НАТО, безусловно, было, но они просто не успевали за событиями, и поэтому во многом ливийские события имели свой внутренний характер. И, скорее всего, именно поэтому на сегодняшний момент в Ливии вверх взяла партия такая националистическая, национально ориентированная. Они сумели в достаточно жесткой аппаратной борьбе сбросить правительство, ориентированное на Катар и на Францию, правительство Аль-Киба. И вот эта политическая сила, за которой стоит нынешний премьер-министр Али Зидан и бывший премьер Переходного национального совета Махмуд Жибриль, эта политическая сила называется Альянс национальных сил, она на сегодняшний момент взяла верх и взяла курс на активное вытеснение Франции, Италии, Турции, Катара из Ливии. Естественно, идет очень серьезное сопротивление, и центром этого сопротивления в самой Ливии становится город Миссурата. Ко всему прочему, обстановка в Ливии напоминает обстановку начала 90-х годов в нашей стране. То есть такая совершенно конкретная криминальная революция, когда все это взбаламучено, когда идет передел собственности, когда уже произошел передел межплеменной, передел каких-то своих сфер влияния, идут постоянные и нескончаемые криминальные стычки. Кто-то усматривает в этом некое зеленое сопротивление кодофистов. Честно говоря, ядость, сколько бы ни смотрел, я вижу только в основном криминальную подоплеку всех этих событий. В принципе, можно было бы назвать город Санкт-Петербург не криминальной столицей 90-х годов, а городом красного резистанса, потому что убивали в основном олигархов. Мы сами понимаем, что это звучит как-то по-детски. То есть криминал, он есть криминал. Но тем не менее, в Ливии нынешнее правительство Ализидана, оно, конечно, в связи с тем, что оно именно национально ориентированное, оно на сегодняшний момент проводит ряд очень серьезных и крупных реформ. Другой вопрос, насколько хватит у Махмуда Джибриль и у Ализидана сил на то, чтобы провести эти реформы. Им нужно договориться с племенными вождями, им нужно каким-то образом укротить преступность, им нужно каким-то образом создать управляемую и боеспособную армию. Потому что не нужно забывать, что события в Мали, на южных рубежах Ливии, тоже играют очень большую роль. И нынешние ливийские власти очень сильно обеспокоены, чтобы НАТО под лозунгом борьбы с малийскими боевиками не провело там какую-нибудь свою очередную операцию. И поэтому нынешнее правительство Ливии создает в ускоренном порядке в первую очередь пограничную стражу, которая берет под контроль, хотя, конечно, это все достаточно условно, южные такие полупустынные границы Ливии. Ну и опять-таки тот же самый Зидан, тоже заинтересован в том, чтобы ливийский криминал куда-то, так сказать, из Ливии ушел. Если он идет в направлении Сирии, ну, в конце концов, для него это будет тоже неплохо. Вот примерно такая обстановка в окружении Сирии. И, на мой взгляд, боевики пока не заканчиваются. Сирийская армия, конечно же, их перемалывает и будет перемалывать, потому что порядок, как известно, всегда бьет класс. Сирийская армия — это, безусловно, порядок, это, безусловно, гораздо лучшая организация, лучшая штабная культура, лучшее вооружение, выучка, дисциплина. То есть у боевиков в этом отношении нет против армии практически никаких шансов. Но их много, их гораздо больше, чем вообще можно себе представить. Во всяком случае, никаких аналогий с нашей Чечнёй нет. То есть я могу привести несколько цифр. На ресурсах, интернет-ресурсах, постоянно публикуются сводки потерь, как, в первую очередь, конечно же, потерь боевиков. Сирийская государственная машина работает достаточно хорошо, и практически в ежедневном режиме публикуются списки такой мартиролог опознанных убитых боевиков-сирийцев. Иностранцы проходят там по какому-то другому учёту, и их опубликуют, но так достаточно спорадически. Поэтому мы более-менее можем отслеживать именно по потерям боевиков-сирийцев. Так вот, я могу сказать, что в конце последней недели февраля в список погибших боевиков-сирийцев за одну неделю было внесено 600 фамилий. Причём 200 человек погибло в провинции Дамаск, 100 человек погибло в провинции Алеппо, и остальные 300 человек погибли на всей остальной территории Сирии. То есть можно даже по этому списку иметь определённое представление, где и какой интенсивности идут боевые действия в Сирии. То есть, во всяком случае, в феврале и в начале марта эти боевые действия в основном шли именно в двух провинциях — Дамаске и Алеппо. По боевикам иностранцам статистика тоже есть. Она, конечно, гораздо хуже, но она тоже есть. И можно сказать, что ориентировочные потери боевиков ежемесячные, они, включая иностранцев и сирийцев, последние примерно полгода сохраняются на одном и том же уровне. Это порядка 7-8 тысяч человек каждый месяц. Так что если мы говорим о том, что только из Египта в направлении Сирии выдвигается каждый месяц 5-6 тысяч человек, то сильно против истины, я думаю, мы не погрешим. То есть идет постоянное восполнение потерь боевиков. И именно поэтому для тех стран, которые заказывают эту агрессию, это, конечно, в первую очередь Соединенные Штаты, это аравийские монархии, и это в определенной степени Франция и Англия, для них потери среди боевиков не значит ничего. Если потребуется, то, я думаю, они смогут интенсифицировать этот конфликт простым вбросом дополнительных денег и простой поставкой нового оружия, тем более, что оружие-то на самом деле не очень новое. То есть можно сказать, что опорожняются старые запасы на складах, и НАТО совершенно спокойно относится к этой перспективе. Все равно списывают. Оружие действительно во многом идет все-таки старое, хотя есть и новые системы. То есть на многих роликах видны последствия, как боевики, несмотря на всю их криворукость, они, конечно, и мину там могут затолкать в трубу миномета не тем концом, и, так сказать, неправильно прочистить дулу у пушки, но все равно я видел, например, ролик, на котором у боевика взрывался в руках автомат. Я видел ролик, даже не один ролик, где у боевика взрывалось во время выстрела граната из РПГ. То есть видно, что оружие не новое. Видно, что склады, с которых оно уходит, эти склады стояли уже очень давно. И поэтому оружия много. Оружие ливийское, оружие идет из Хорватии. Оружие, судя по всему, какое-то идет из бывших стран Варшавского блока. И поэтому его хватает. Хватает боевиков, хватает денег. И поэтому эта война будет длиться еще достаточно долго. Но в военном отношении мне все-таки кажется, что сирийская армия достаточно уже в таком, в конвейерном типе уничтожает боевиков. И вот в этом отношении боевики военную победу одержать не могут. Без интервенции о военной победе говорить не приходится. К сожалению, для Сирии очень большая проблема — это экономика. То есть, естественно, два года войны, из которых последние полтора года идет очень серьезная война с разрушением не инфраструктуры, и промышленного потенциала, и жилого фонда. Уничтожается семенной фонд, уничтожается продовольствие, люди уничтожаются, выбрасываются просто миллионы людей за территорию, за границы страны. Естественно, все это отражается на экономике, она просто валится вниз. И, к сожалению, то, что невозможно сделать военным путем, возможно сделать путем экономическим. И поэтому, безусловно, то, что мы поддерживаем Сирию на дипломатическом уровне, это хорошо. Но, по-моему, мне кажется, что приходит время пересматривать подходы, потому что вот эта интернационализация с той стороны просто вынуждает давать какой-то более адекватный ответ с этой стороны. Мы понимаем, что сирийцы воюют на сегодняшний момент за нас. То есть вот те тысячи боевиков, которые на сегодняшний момент шныряют по Сирии, они неизбежно, если их не уничтожат сирийцы, они неизбежно придут и к нам. В этих же количествах, в больших же количествах, неважно, они придут к нам. И на сегодня сирийцы выполняют нашу работу. И поэтому мне кажется, что пришло время, во-первых, пересмотреть экономические взаимоотношения, то есть наладить просто гуманитарный мост. Пусть это будет в кредит, пусть это будет под минимальные проценты, пусть это будет даже под отрицательные проценты с пониманием того, что сирийцы-то все-таки выполняют нашу работу. Мне кажется, что пришло время поставлять туда нормальное, современное оружие, потому что бригада корреспондентов Мусина, Анна Ньюс, которая работает на передовой, и она говорит, что солдаты воюют вооружением 70-х, 80-х годов. Катастрофически не хватает современных разведывательных средств, то есть даже элементарных, маленьких разведывательных беспилотников. Очень плохо с приборами ночного видения. То есть это то, что давным-давно уже даже не является современным оружием. То есть это все нужно туда поставлять. В конце концов, если Запад испытывает там свое оружие, почему мы не можем испытывать свое. И что самое, видимо, сложное, мы не можем вмешаться туда нашими вооруженными силами. Ну не можем, и все. Не потому что мы боимся, потому что мы дадим в таком случае возможность Западу вмешаться в сирийский конфликт уже со своей стороны, своими вооруженными силами. Такого противостояния мы, конечно, не выдержим. Но если Запад финансирует поставку туда боевиков, мне кажется, что вопрос о неких интербригадах, о добровольцах уже должен ставиться. В конце концов, есть многие тысячи людей, которые отдают себе отчет в том, что сегодня за нашу страну нужно воевать там, для того, чтобы, так сказать, завтра не воевать здесь, в Москве, в Петербурге, в Казани. И во всяком случае нужно делать примерно то же самое, что делают и правительства Египта, Ливии, Туниса. Закрывать глаза и допускать наших людей туда. У нас есть и специалисты, у нас есть и желающие. Нужно сделать все, чтобы эти люди смогли сорганизоваться и попасть туда. Башарас отсказал о том, что эту войну должны выиграть сирийцы. И он не готов принимать на своей территории вооруженные силы иностранных государств. Но мне кажется, что помощь добровольцев будет воспринята совершенно спокойно и адекватно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова